Книга «Открытым оком» Автор Игнатий Тихонович Лапкин Мы продолжаем наше чтение, пособие по беседе с людьми различных убеждений Урок номер 4 У преподобного Симеона Нового Богослова мы находим такую мысль Сотворив мир, Господь не переменил место и не соединился с созданиями Если же он не ограничен, то где, скажешь ты, находится он? Отвечаю тебе Ищи его нетелесно, обрети его мысленно Ища духовно, ты найдешь его неограниченным А потому опять нигде, ни внутри, ни вне Хотя и везде, во всем, бесстрастно, неслиянно А потому вне всего, так как он прежде всего По словам святителя Василия Великого Подлинно неизреченные и неописанные молниеносные блестания Божьей красоты Ни слова не может выразить, ни слух вместить Этот выдающийся христианский мыслитель говорит Как велик Бог, какая мера его, каков он в сущности Подобные вопросы опасны для вопрошающего и затруднительны для вопрошаемого Лучшее обращение с ними – молчание Святитель Григорий Низкий пишет Божество не есть что-либо представляемое в очертании Напротив, божеству свойственно быть везде Все проникать и ничем не ограничиваться Бог един по существу и троичен в лицах Священное Писание открывает нам единого Бога А не множество богов, в которых веровали язычники На страницах Святой Библии мы читаем Исайя, Второзаконие, 6-4 Господь, Бог наш Господь, един есть Исайя, 44-6 Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель Его Господь Саваоф, я первый и я последний И кроме меня нет Бога Исайя, 44-6 1 Коринфянам, 8-4 Нет иного Бога, кроме единого Ветхозаветные праведники с помощью своих пламенных проповедей Утверждали богоизбранный народ Истине единства Божие В Новом Завете Бога Человека Иисус Христос Засвидетельствовал Господь Бог наш есть Господь Единый В православном символе веры, утвержденном на Первом Вселенском Соборе В 325 году мы читаем Верую во единого Бога Мы веруем в единого Бога и исповедуем в нем три лица Или три ипостаси Бог-Отец Бог-Сын И Бог-Дух Святой Эти три лица, то есть три божественные личности Образуют Святую Троицу Все три лица Святой Троицы есть всесовершенные божественные личности Каждый из них обладает разумом, волей, чувствами и другими свойствами личности Каждый из трех божественных ипостасей обладает всеми божественными совершенствами Но этими божественными совершенствами все они обладают нераздельно Поэтому Святая Троица – это не три Бога, но один Бог Чтобы хоть в какой-то степени приблизиться к пониманию Святой Троицы Используют подобия и аналогии, взятые из тварного мира Например, у Солнца есть диск, свет и тепло Но оно не разделяется на три части Круг как бы означает безначального Бога Отца Свет – Бога Сына Тепло – Бога Дух Святого Другой пример Богоподобный дух в человеке имеет разум Волю, чувство Которые, хотя и различны между собой, но однако же все три представляют единую духовную сущность Лица Святой Троицы находятся в постоянном взаимном общении между собой Отец пребывает в Сыне и во Святом Духе Сын – в Отце и Святом Духе Дух Святой – в Отце и Сыне Пресвятая Троица неразделима по существу и не сливаема в ипостась Святая Троица есть единственная и троичность Она только сама ведает о себе Одни только божественные ипостаси знают друг от друга, друг друга и другом, друг другом познаются Ты единый Бог – есть Дух беспредельный во всех отношениях, иначе все совершенны Бог говорит, Бог, говорит Святой Кирилл Иерусалимский, совершенен во всем Совершен в ведении, совершен в силе, совершен в величии, совершен в предведении, совершен в благости, совершен в правосудии, совершен в человеколюбии Итак, мы кратко познакомились с основами христианского учения о Боге Наша дальнейшая задача – используя современные знания о Вселенной, доказать, что Бог, каким Он представлен на предыдущих страницах, существует Небо, видимое и невидимое Заголовок Твердь небесная Слово «небо» встречается на страницах Священного Писания в различных значениях, существенно отличающихся друг от друга Прежде всего, в Библии сказано, что Господь Бог создал твердь небесную и утвердил на ней светило Твердь по-древнееврейски – аракия, что в переводе означает пространство Твердь небесная – пространство небесное, или, как говорят ныне, космическое пространство Пространство над наблюдателем, стоящим на Земле – это и воздушная оболочка, атмосфера, которая простирается вокруг Земли примерно на тысячу километров в высоту, а также и звездное небо – пространство, в котором движутся бесчисленные небесные тела – светило Когда в Священном Писании речь идет об атмосферных явлениях и о звездном мире, употребляется слово «небо», например, «небо красно» – Матфея 16, 2, «знамение с неба» – Лука 1, 16, «звезды на небе» – Евреям 1, 12 В первом стихе библейской книги «Бытие» вначале сотворил Бог небо и землю, «Бытие 1, 1» под словами «небо» и «земля» подразумевается вся Вселенная В понимании древних видимое небо представлялось как свод, который своим нижним краем касался краем земли Это дало повод Господу Иисусу Христу употребить такие выражения, как «от края небес до края их» Матфея 24, 31 «От края земли до края неба» Марка 13, 27 В Священном Писании часто используются иносказательные, и образные выражения, употребляются они также и для видимого неба Так в библейской книге «Бытие» при описании всемирного потопа, бывшего при Ное, говорится, что «окна небесные отворились» Бытие 7, 11 Когда сорок дней лился на землю дождь Видимое небо изображается в Библии как шатер или палатка, которые можно раскинуть и свернуть Псалом 103, 2 Ты, Господи, простираешь небеса как шатер Исайя 40, 22 Он, Творец, распростер небеса как тонкую ткань и раскинул их как шатер для жилья Исайя 45, 12 Я, Мои руки, говорит Господь, распростерли небеса Видимое небо – это не только небесные светилы, но и весь космос, вся Вселенная, кроме Земли Все, что доступно людям для наблюдения, как невооруженным глазом, так и с помощью астрономических приборов А также и те глубины космоса, о которых люди не знают Область небесного мира, где пребывает Бог, ангельские чины и духи праведников Есть многое такое в космосе, чего не способен увидеть человеческий глаз Но не оно, бренное, относится к небу невидимому, о котором говорит христианство Небо невидимое – это место обитания Бога Мы это читаем Третье Царство, 8 глава, 49 стих Возле которого находится воинство небесное Евангелие от Луки, 2.13 Ангелы небесные – Матфея, 24.36 И духи праведников – Евреям, 12.23 Небо невидимое называется на языке церковных понятий небесным В отличие от него, окружающая человека видимая Вселенная, есть область земного Небесное и земное не сливаются друг с другом и являются отличными друг от друга областями бытия Область небесного занимает первенствующее положение Небо, где обитают бестелесные существа, недосягаемо для научных методов познания Никакой телескоп не обнаружат, как, например, ангелы окружат невещественный престол Божий и воздают славу, честь и благодарение Господу Человеческому не понять устройство невидимого неба, которое совершенно отличается от всего материального, вещественного Поскольку мы, люди, можем воображать себе лишь только то, что существует в пространстве То вполне естественно, что в нашем человеческом представлении и духовное небо выглядит пространством под видимым небом Святое Писание, которое обращено к человеку, тоже изображает невидимое небо, как пространство выше звезд К тому же в Святой Библии небесные существа представлены в различных вещественных образах По мысли выдающегося раннехристианского мыслителя, святого Дионисия Ариопагита Небезоснования, духовные существа, не имеющие образа и вида, представляются в образах и очертаниях С одной стороны, человек не может непосредственно возноситься к созерцанию духовных существ и поэтому нуждается в подобиях, заимствованных из вещественного мира С другой стороны, священному Писанию, исполненному таинств Весьма прилично скрывать священную и таинственную истину об ангельских чинах под непроницаемыми священными завесами И таким образом соделывать недоступные людям плацким В своем поучении о небесной иерархии Святой Дионисий наставляет верующих Чтобы мы не представляли грубо, подобно невеждам, небесных и богоподобных умных сил ангелов Имеющими много ног и лиц Носящими скотский образ волов или звериный вид львов С изогнутым клювом орлов или с птичьими перьями Равно не воображали бы того, будто на небе находятся огневидные колесницы Вещественные троны, нужные для восседания на них божества Многоцветные кони, военно-начальники, вооруженные копьями И многое тому подобное, сказанное нам Святым Писанием под многоразличными таинственными символами По воззрению древних иудеев существует три неба Первое, на котором поднимаются облака На которые поднимаются облака И где бывают молнии, громы, ветры и прочие метеорологические явления Второе, где движутся небесные светила И, наконец, третье, где расположен престол Всевышнего Когда святой апостол Павел говорит о восхищении известного ему человека Скрывая посмиренно мудрю, что этот человек он сам До третьего неба Второй калифин 12.2 мы это читаем То по третьим небам, согласно представлению иудеев Он имеет в виду рай, где Бог открывает свое величие и славу ангелам и угодникам своим Для достижения невидимого неба Человеку требуется не космический корабль А нравственная чистота и святость Великое множество праведников Сон правоспрославленных Богом святых Уже пребывает на небе Где они удостоились неизреченного блаженства Их слава столь велика Что человек, будучи еще в теле, не способен вынести ее Если бы кто, живя на земле, хотя бы на мгновение вкусил сладость и радость небесной жизни Он растаял бы, как таяцт воск, от огня Небо невидимое имеет множество названий в Священном Писании Рай, Царство Небесное, Царство Божие, Небесное Отечество, Новый и Небесный Иерусалим и т.д Небо, невидимое в силу своей непостижимости, является для человека объектом не исследования, но веры, надежды и упования Христос призывает своих последователей собирать себе нетленные сокровища на небе В потусторонней жизни каждый человек, каждый христианин, который сподобится вечного спасения, будет наслаждаться неизреченными радостью и блаженством на небе Но без духовного возрождения и освящения никто не сможет войти на небо Заголовок Небеса проповедуют славу Божью, великолепие звездного неба И сказал Бог Так Святая Библия описывает сотворение Богом небесных светилов Все в этом рассказе понятно даже маленькому ребенку Какое возвышенное повествование Нет в нем ни туманной философии, ни каких-либо ограниченных человеческих представлений о Вселенной Всегда далеких от истинной картины мироздания Святое Писание не сообщает, как именно Господь сотворил Вселенную Ибо это не по уму человеку Святитель Феофан Антиохийский говорит, что если бы кто имел даже тысячу уст и тысячу языков И жил бы тысячу лет Все равно и такой человек не смог бы объяснить тайну сотворения мира По причине превосходящего величия и богатства премудрости Божией Явленный при миротворении Главное, что надо усвоить из этого библейского текста Это то, что Вселенная сотворена всемогуществом Божьим И что небесные светилы имеют непосредственное отношение к земле Хотя и многое сокрыто от человека, но не сокрыто от него зрелище звездного неба За это люди должны безмерно благодарить Создателя Ведь небесные светила могли бы быть и ненаблюдаемыми Из-за того, например, что всю землю постоянно окутывали бы тучи Вне всякого сомнения, самое замечательное зрелище, доступное глазу человека Вид звездного неба в безоблачную ночь Хочется любоваться и любоваться этой неизреченной красотой Один древний мудрец сказал, что если бы небесные светилы были видны только в одном уголке земли Туда стекались бы бесчисленные толпы людей Вряд ли кому-нибудь надоедает созерцать мириады сверкающих звезд Очень заманчиво зрелище хвостатых комет, а также наблюдение солнечных и лунных затмений Небо было бы совсем не таким привлекательным, если бы не было бы луны Лунного света и полнолунных ночей меняющегося серпа луны Восходы, движения и заходы на небосводе солнца Луны, звезды планет, чрездавание фаз луны и многое другое Вызывали благоговение перед премудростью Бога Творца у многих благочестивых людей Святой псалмопевец Давид говорит Небеса проповедуют славу Божию Псалом 18.2 Многие богомудрые христианские светочи проявляли интерес к звездному небу Святитель Василий Великий в своем знаменитом творении «Беседы на шестоднев» о сотворении мира пишет О величинах и расстояниях Солнца и Луны Можем многое найти посредством умозаключений Если кто не поверхностно рассмотрит их действия и сил И нам должно искренне признаться в своей немощи Чтобы кто не стал нашим словом измерять величайших созданий А напротив того, из немногого нами сказанного Сам вывел заключение о том, сколь много нами упущено Опущено и как оно важно «Для чего бог сотворил то или иное, исследуй, ибо это можно познать, но как и почему сотворил, этого не испытывай, потому что это не подлежит твоему разуму» Дает наставление преподобный Максим Исповедник По словам святителя Афанасия Великого Взирая на величие неба и рассматривая сложность творения Можно было бы людям познавать и вождя твари Отче Слово, которое своим и всем промышлением всегда дает познавать и Отца И для того приводит Вселенную в движение Чтобы все через него познавали Бога Кавычки открыты Когда ты поднимаешь глаза и видишь красоту, величие и благотворность неба То устремись отсюда к Создателю Как сказал Премудрый От величия и красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их Премудрый 13.5 И из их, и из самого создания этих стихий Усматривай, какова сила твоего Господа Пишет святитель Иоанн Златоуст Проходили века Сменялись одно за другим поколение людей Человек узнавал, что по расположению светил На небосводе можно вести календарь Ориентироваться ночью в открытом море или в пустыне Много интересного О видимом небе люди узнали после того, как в 1609 году Итальянский ученый Галилео Галилей изобрел телескоп В 17 веке величайший английский физик Исаак Ньютон Открыл закон всемирного тяготения Согласно которому все тела во Вселенной Притягиваются друг к другу силой Пропорциональны их массам И обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними Всемирное тяготение пронизывает всю Вселенную Для него нет никаких преград Как бы далеко друг от друга не находились тела Между ними всегда действуют силы притяжения Которые зависят только от их массы И никак не зависят от других свойств Почти все движения небесных тел описываются этим законом В конце 18 века знаменитый английский астроном Вильям Гершель Направляя телескоп в различные участки Млечного Пути И подсчитывая на доблюдаемые при этом звезды Открыл, что звезды расположены здесь не хаотически Но образуют гигантскую звездную систему Эта звездная система Млечный Путь Получила название нашей галактики Млечный Путь Тускло свечащаяся на ночном небосводе Белесая полоса неправильной формы Образованная громадным скоплением слабых звезд Солнечная система входит в состав Млечного Пути Вскоре астрономы открыли и другие галактики Сейчас их известно и невообразимое количество Изобретение метода спектрального анализа в середине 19 века Позволило астрономам по спектрам звезд изучать их химический состав и другие свойства В 20 веке появились новые направления в астрономии Радиоастрономия Рентгеновская астрономия Гамма-астрономия Нейтринная астрономия Невооруженным глазом в северном и южном полушариях в темную ночь можно насчитать примерно 6000 звезд В современные же оптические телескопы можно увидеть миллиарды звезд А с помощью радиотелескопов возможности в обнаружении звезд еще более возрастают Мир звезд он неисчислим Сосчитай звезды если ты можешь счесть их Бытие 15.5 Говорит Господь Аврааму Благоговея перед величием дел Творца Выдающийся русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов В стихотворении «Вечернее размышление о Божьем Величестве» так писал Открылась бездна Звезд полна Звездам числа нет Бездня дна В Священном Писании В книге 4.2.3.5 Упоминается о созвездиях К настоящему времени все звездное небо насчитывает 88 созвездий В северном полушарии находится 31 созвездие В южном полушарии 48 Девять остальных созвездий приходится на оба полушария Каждое созвездие по-своему красиво Имеет свою неповторимую конфигурацию И отличается от других созвездий Занимаемой площадью Измеряемой в квадратных градусов Например, хорошо известное каждому из нас еще с детства созвездие Большой Медведицы Самое большое по площади из всех созвездий В нему помимо 7 ярких звезд, образующих ковш Входит еще 118 звезд, видимых небооруженным глазом Говоря вкратце о других созвездиях Можно отметить, что не все из них легко сразу обнаружить Поскольку большинство созвездий состоит из слабых звезд И только 30 созвездий четко выделяются своими контрами и яркими звездами Самым красивым из всех созвездий признано созвездие Ориона Созвездие Скорпиона содержит более всего ярких звезд, а именно 12 Даже поверхностный взгляд на небо позволяет сделать вывод, что звезды имеют различный блеск Отличаются они между собой и по цвету Есть звезды желтые, красные, белые, голубоватые и других цветов Еще во II веке до Рождества Христова Древнегреческий астроном Гепарх ввел шкалу звездных величин Эта шкала основана на восприятии человеческим глазом света, исходящего от звезд С ростом числа, обозначающего звездную величину, блеск звезд уменьшается Звезды каждой следующей звездной величины имеют блеск примерно в 2,5 раза меньше, чем звезды предыдущей звездной величины Так наблюдаемые в современные телескопы звезды 23 звездной величины имеют блеск в 1 миллиард раз слабее звезд первой звездной величины Данные астрономов о том, что небесные светилы имеют между собой различия, подтверждаются Священным Писанием, где сказано Иная слава Солнца, иная слава Луны, иная звезд, и звезда, и звезда от звезды разнится в славе 1 Калимфинам 15.1 Великолепие звездного неба описывается с большим мастерством, поэтами и прозаиками Среди стихотворений на эту тему имеются и такие, в которых глубоко раскрываются религиозные философские вопросы Святая Библия уже на первой своей странице дает понять, что роль Солнца для поддержания жизни на Земле огромна И это особенно ясно в свете современной науки За тысячи лет до открытия фотосинтеза Библия знала о связи между солнечным светом и образованием плодов в Трозаконе 33.14 Свет давно знал эти связи Задолго до появления медицины, как науке, священному писанию было известно, что солнечные лучи способны причинять вред здоровью человека Псалом 126, Исайя 49.10 Слово Божие говорит о Солнце и в переномном смысле Так Солнцем оно называет самого Господа Господь Бог есть Солнце Псалом 83.12 Пророк Малахия, возвещая о пришествии Христа, пишет Взойдет Солнце правды Малахий 4.2 Сияние лица Христова сравнится с Солнцем И просияло лица Его, преобразившегося на фаворе Христа, как Солнце Матфей 17.2 Праведники высияют, как Солнце, в Царстве Отца их Матфей 13.43 В своей чистоте Церковь Божия светлая, как Солнце Песня 6.10 С Солнцем связаны три чуда, о которых сообщает Священное Писание Продление дня в Гавоне Иисуса Новина 10.12 Возвращение тени назад на 10 ступеней по ступеням Ахазовым, 4 Царство 21.11 Помрачение Солнца во время распятия Господа Иисуса Христа Лука 23.45 По молитве Иисуса Новина Солнце было остановлено, то есть прекратило свое видимое движение по небосводе Только над Гаваоном по всей же остальной земле Суточный цикл протекал своим обычным чередом Явно, что это было чудо Так же, как и возвращение тени назад на ступенях Ахазовых Помрачение Солнца при распятии Господа Тоже не что иное, как чудо Ибо это случилось во время полнолуния А при полнолунии, как известно из астрономии Не может случиться обыкновенное солнечное затмение Астрономическое положение Земли В средние века на Западе шли жаркие споры между католической церковью и представителями естествознания по вопросу о том, что движется Солнце вокруг Земли или Земля вращается вокруг оси Спор тот был просто по недоразумению В Святой Библии нет таких бабушкиных сказок Что, мол, Земля стоит на трех китах Или на слонах, или черепах И так далее Древние восточные легенды не надо путать с Библией В Священном Писании употребляются такие выражения Как восход или заход солнца Например, солнце знает свой запад Псалом 103.19 Но здесь речь идет именно о видимом Наблюдаемом нами перемещении дневного светила на небосводе Из-за того же, что в Святой Библии имеются такие привычные всем людям выражения Как восход и заход солнца Справедливо ли обвинять книгу книг в невежестве Говорить о каких-то мнимых противоречиях между христианством и наукой Тогда как понятия восход и заход солнца используются и в науке Прошли уже столетия после Коперники и Галилея Сделавших переворот в астрономии В результате чего гелиоцентричная система Сменила геоцентричную картину мироздания Но до сих пор люди не только невежды Но и профессора и академики используют такие выражения Как взошло солнце Солнце поднимается над горизонтом Солнце клонит к западу Во всех отрывных календарях указываются на каждый день восход и заход солнца В учебниках астрономии говорится о годовом движении солнца по эклиптике Во всех обсерваториях мира на всех кафедрах по астрономии при вузах Используются такие астрономические и значит научные понятия Как прямое восхождение солнца Полуденная высота солнца Склонение солнца и так далее Для выражения видимого перемещения солнца на небесном своде Так зачем же тогда все эти обвинения, нападки, придирки к священному писанию За то, что в нем тоже можно найти упоминание о восходе и заходе солнца Истинность христианства не зависит от того, движется или покоится земля Цель священного писания научить человека не астрономии, не о географии А тому, как спасти душу Видимое же творение Божий человек способен познавать своим разум Лет 60 назад одному благочестивому старцу С целью подорвать его веру в Бога стали говорить, что земля вращается Убеленный сединами дедушка, не сведущий в науке Призадумавшись, начал рассуждать Да что же это такое? Если земля действительно вращается, и мы не ощущаем ее движения, и горы, и океаны, и моря, и разные здания, все знают свое место, то наоборот еще больше надо веровать в Творца, явившего свою великую силу и свой великий ум, чтобы создать движущуюся землю Но если бы этот мудрый старик понимал кое-что из того, что говорит наука об исключительно сложных движениях оси вращения нашей планеты в пространстве О разных там процессиях, нутациях этой оси, облуждании полюсов земли по ее поверхности О многом другом, исключительно сложном в этой области То получив все эти знания, что подумал бы он о разуме Божьем, создавшем для нас такую прекрасную землю, где люди так безопасно чувствуют себя? В эпоху зарождения науки для большинства людей было трудно, конечно, понять, что существует необъятная область познания мироздания И что эта область, хотя по своей сути и не враждебной религии, но лежит в отношении к ней в другой плоскости Как говорит Ломоносов Михаил Васильевич Нездраво рассудительный математик, ежели он хочет божественную волю вымереть циркулем Таков же богословие учитель, если он думает, что по псалтерю научиться можно астрономии или химии И еще одно высказывание Михаила Васильевича Ломоносова Толкователи и проповедники священного писания показывают путь к добродетели Представляют награждение праведникам, наказание законопреступным и благополучие жить и жития с волею Божией Согласного Астрономы открывают храм Божьей силы и великолепия, изыскивают способы и ко временному нашему блаженству Соединенному с благоговением и благодарением ко Всевышнему Обои общеудостоверяют нас не только о бытие Божьем, но и о несказанных нам его благодеяниях В средние века материализм объявил, что установленное Галилеем вращение Земли вокруг оси И открытое Коперником движение Земли вокруг Солнца – триумф материалистического миропонимания Неверующие громко возглашали о том, что Земля – обычная рядовая планета, ничем особым не отличающаяся от меридиадов планет в космосе Но вот прошли столетия, наука достигла головокружительных успехов в познании тайн Вселенной Давайте посмотрим теперь на нашу планету, ее место в мироздании с высоты наших сегодняшних знаний о Вселенной Жизнь разумных существ, подобных людям, возможна только на планетах, которые являются в агрегатном отношении твердым космическим телами Но ни у каких других звезд, кроме Солнца, планеты не обнаружены Звезды, которые украшают ночью небо и образуют галактики, раскалены до миллионов градусов, и поэтому жизнь на них невозможна Большинство известных нам звезд образуют системы из двух, двойных, трех, тройных или более звезд, которые описывают свои орбиты вокруг общего центра масс И уже в силу этого у таких кратных звезд не могут существовать устойчивые орбиты планет А следовательно, не могут существовать и сами планеты, на которых могла бы быть жизнь Подавляющая часть вещества Вселенной, звезды, галактические туманности, беззвездная среда находятся в состоянии плазмы, ионизированного газа, в котором одинакова концентрация положительных заряженных ионов и отрицательно заряженных электронов Плазма существует и в околоземном космосе и представляет собой ионосферу, и солнечный ветер Все то, что астрофизика обнаружила экспериментально во Вселенной за пределами Солнечной системы Это или плазма, или магнитное поле, или космические лучи, или радиоизлучение, или рентгеновское излучение И все это не идет даже в близкое сравнение с тем прекраснейшим оазисом жизни, каковым является Земля Так что после тщательных многовековых исследований Вселенной ничего не остается другого, кроме как сказать Да, насколько известно современной науке, Земля действительно занимает исключительно привилегированное место во Вселенной Когда-то людям казалось, что Земля стоит в центре мироздания К такому выводу они приходили, наблюдая видимые движения светил по небосводу в течение суток В средние века эта картина мироздания была развенчана Теперь же нам людям конца 20 века со своими нашими знаниями о Вселенной Не пора ли выдвигать такую картину мироздания, чтобы вновь поставить в центре Вселенной Землю Придавая этому центру, если не геометрический, то еще гораздо более важный смысл Известно, например, что в любой стране столицей является не тот город, который расположен на равном удалении от всех окраин государства А тот, который в большей степени руководит политической, экономической, научной, культурной жизнью страны Так и Земля, имеющая уникальную цивилизацию, планета, на которой произошло боговоплощение и где совершится страшный суд Не только над человеческим уродом, но и над согрешившими ангелами По праву должна считаться столицей и центром Вселенной Субтитры создавал DimaTorzok